Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отвечаем на вопрос, который пришел на сайт библейского портала Экзегет. Зачем ходить в церковь, когда можно помолиться и дома? И действительно, молиться можно на любом месте. Господь говорит, что поклоняющиеся Богу будут поклоняться Ему не на каком-то месте, а в Духе Истине. Говорится в 4 главе Евангелия от Иоанна. При этом также Господь говорит, что если ты молишься, в Евангелии от Матфея есть такие слова, помолись отцу твоему, который втайне, войди в клеть твою, то есть в дальнюю комнату и никому не показывай. Но при этом очень важно, что Господь сам говорит также, я создам церковь мою, и врата ада не долеют ее. Создам церковь. Церковь – это собрание. Церковь – это собрание верующих, экклесия. Так вот, Господь создает не учение, Господь создает не живительную таблетку от греха, Господь создает общество верующих, которые вместе спасаются. По отдельности мы не спасаемся, мы спасаемся только всей церковью. И апостол Павел говорит об этом «Вы тело Христово, а порознечлены» в первом послании к Оринфинам. Так вот, про совместную молитву говорит сам Спаситель в Евангелии от Матфея. Он говорит «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». 18 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. Господь благословляет совместную молитву и говорит, что Он сам будет стоять посреди тех, кто собирается вместе. И поэтому мы приходим в храм, потому что храм – это место собрания. Но собираемся мы не только для того, чтобы помолиться. Мы собираемся, самое главное, вокруг чего собирается церковь, вокруг чего собирается собрание, вокруг чего строится храм – это Евхаристия, Причащение. И очень важно, что сам Господь в Евангелии от Иоанна в 6 главе говорит так. 53-54 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть и сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Господь говорит о том, что тот, кто не причащается, не может иметь в себе духовной жизни и не может войти в жизнь вечную. Не потому, что Бог этого не хочет. Слово «не может» обозначает, что у человека есть некоторая природная проблема, которая не дает ему, и эту проблему решает Причащение. Евхаристия совершается в церкви, в собрании верующих. И мы приходим туда не только для того, чтобы помолиться, но самое главное, чтобы причаститься, чтобы приобщиться к этой божественной жизни. Так вот, если мы считаем, что мы можем молиться индивидуально, дома или даже индивидуально в храме, не во время общей молитвы, мы лишаем себя самого главного. Мы лишаем себя духовной жизни, жизни вечной, которую Господь преподает нам через причастие. Поэтому необходимо молиться и самостоятельно, и на любом месте, и в храме, когда нет богослужения, это очень хорошо и похвально. Но важно осознавать, что Господь оставил церковь, и апостолы, об этом мы узнаем из книги «Деяний апостольских», всегда единодушно пребывали вместе на богослужении и собирались для того, чтобы совместно общиной прославить Бога и совместно причаститься. Если апостолы, которые очень хорошо понимали суть христианской веры, постоянно пребывали в этих собраниях, и первые христиане, как мы знаем из книги «Деяний», и на протяжении всей многовековой истории церкви христиане собираются в эти собрания, то это очень важный опыт, которому необходимо прислушиваться.